Есть проблемы в микрорайоне Северном, есть проблемы по благоустройству дорог, есть проблемы в организации уличного освещения. Я так понимаю, что все эти проблемы копились годами. Далеко не все мы можем разрешить здесь и сейчас, потому что, опять же, бюджетное финансирование не хватит на то, чтобы сделать из района в течение нескольких месяцев город-сад. Тем не менее, определяем приоритеты там, где действительно необходимо принимать оперативные и скорые решения. Например, организация уличного движения в районе социальных объектов, детских садов, школ. Естественно, недопустимо, чтобы дети в темное время суток ходили по неосвещенным улицам. Естественно, недопустимо, чтобы машины проезжали через сквозные дворовые проезды, тем самым создавая аварийные ситуации в тех местах, где наши дети просто гуляют и проводят время в своем дворе. Естественно, недопустимо, чтобы какие-то элементы благоустройства в силу своего обветшания также составляли угрозу для жизни и здоровья наших детей и в том числе взрослого поколения. Изучил историю со спортивными объектами, уже построенными, существующими. В некотором роде они вызывают разочарование. И я полностью готов поддерживать курс предыдущей администрации на обновление этих объектов. Уже знаю, что по стадиону в Городце, по стадиону в Заволжье принято решение о выделении бюджетных средств на их реконструкцию, на восстановление спортивных снарядов. Тем не менее, по Заволжью эти деньги стоят не на 2021 год, на 2022 год. Будем искать варианты, чтобы эти средства, несмотря на все издержки борьбы с пандемией, были перемещены на более ранние сроки. Есть различные варианты, в том числе через привлечение средств подрядчиков, которые готовы за счет своих собственных средств с опережением графика выполнять строительно-монтажные работы с оплатой, соответственно, по факту завершения строительно-монтажных и ремонтных работ. Эти варианты будем отрабатывать для того, чтобы как можно быстрее жители городецкого района получили возможность заниматься спортом в достойных и комфортных условиях. Я готов сказать, что я открыт к любому формату диалога, будь то через социальные сети, будь то телефонные линии, либо официальная переписка. Но сейчас, до Нового года, я планирую максимально познакомиться адресно со всеми предприятиями, которые в районе представлены, со всеми учреждениями социальной сферы, со всеми представителями активной общественности, которые готовы вкладываться в развитие всего района, всей нашей территории. Проектов много. Я понимаю, что в городецком районе проживает много активных людей. Готов рассматривать все проекты, поддерживать те из них, которые являются наиболее востребованными, актуальными и, кроме того, получают поддержку всего населения. Потому что обратная связь от людей, которые здесь живут, для меня крайне важна. Нужно делать то, что у людей будет востребовано. Если мы будем придумывать какие-то проекты только ради проектов, я думаю, что это не совсем правильный путь. Обсуждение должно происходить не только по каким-то разовым инициативам, но и по решению таких системных вопросов, как, например, организация школьного питания, определение точек для строительства новых объектов социальной инфраструктуры, определение планов по развитию инженерной инфраструктуры, в частности строительства газопроводов, дорог, канализационных сетей. Все эти моменты должны четко обсуждаться со всеми гражданами. Кроме того, понимая дефицит бюджетных ресурсов в части благоустройства наших дворовых территорий и формирования комфортной городской среды, также необходимо, чтобы граждане самостоятельно выстраивали приоритеты, что требуется выполнить в первую очередь. Только так мы сможем найти общественный консенсус, только так мы сможем выстроить пошаговый план действий, чтобы в дальнейшем вся территория района была охвачена этой программой и минимизировать количество дворовых территорий, которые требуют благоустройства и ремонта.